МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вячеслав Торчинский назначен исполняющим обязанности главы Свердловского района Перми к работе в новом для себя статусе. Господин Торчинский приступит с 31 июля. Такая дата фигурирует в распоряжении за подписью главы Перми Дмитрия Самойлова. В новой должности Торчинский будет представлен депутатом на пленарном заседании Пермской городской думы. Оно намечено на 22 августа. Торчинский возглавлял городской департамент по культуре и младежной политике с 2011 года. В качестве наиболее вероятного преемника на этом посту сразу несколько источников РБК назвали Екатерину Аскарову. Сейчас она возглавляет агентство социокультурных проектов. По данным РБК, основной задачей, возложенной на муниципальный департамент культуры, в ближайшие пять лет станет подготовка и проведение мероприятий, связанных с 300-летием Перми. Решение ФАС по поводу тарифов от пермских ресурсоснабжающих организаций будет объявлено в ближайшие дни. Два источника РБК сообщили телеканалу, что итоги проверок уже поступили в региональное надзорное ведомство из Москвы. Антибонопольщики уже опубликовали данные относительно девяти ресурсоснабжающих компаний, которые работают на территории Прикамья. В частности, предписания о пересмотре тарифов выданы Березняковской сетевой компанией, предприятием сервисный центр «Контакт», новая региональная сеть Прикамья и другим. Чаще всего при установлении тарифов в них включались затраты на амортизацию, аренду и лизинг, и ремонт, и подобные им расходы, говорится в сообщении ведомства. Как рассказал начальник управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, за терминами стоит простая и четкая мысль. Тарифы в Прикамье были завышены, теперь будем следить за исполнением предписаний. Все должны помнить, что за каждым тарифом стоят не абстрактные цифры, а люди, которые оплачивают услуги. Конец цитаты. В одной из компаний из перечня ФАС РБК уже сообщили, что намерены обжаловать решение антимонопольщиков в суде. В конце марта ФАС России после проведения проверки заявил, что нарушения в сфере тарифообразования в Фермском крае могут исчисляться сотнями миллионов рублей. Под инспекцию антимонопольщиков попали предприятия, компании-поставщики, а также мелкие и средние сетевые компании, работающие в регионе. Приведение всех тарифов в соответствии с законодательством должно быть выполнено к 1 сентября. В Пермском крае почти 15% заемщиков допускают просрочку платежей. Более 90 дней по кредитам регион находится в середине общероссийского рейтинга по этому показателю. В начале списка Карачаево-Черкесия, Тыва и Кабардино-Балкария. Там доля таких заемщиков превышает четверть от общего количества человек с открытыми кредитами. В Свердловской области показатель 15,5%, в Кировской чуть более 12%. Замыкает рейтинг российская столица. Там всего 8% заемщиков допускают просрочки платежей более трех месяцев. Однако как раз в Москве наибольшее количество таких заемщиков почти 350 тысяч человек. Меньше всего в Крыму всего 883. По средней сумме просроченной задолженности на одного заемщика лидирует также Москва, более 460 тысяч рублей. Наименьшая сумма в Севастополе около 30 тысяч. На 1 июля количество россиян, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, превысило 7 миллионов человек. При этом доля таких заемщиков снизилась на 3% за год. По мнению экспертов, в течение последних двух лет ситуация с просроченными долгами несколько стабилизировалась. Это связано с ограничением банками массового кредитования и внимательной оценки потенциальных заемщиков. Бюджет футбольного клуба «Амкар» на предстоящий сезон незначительно увеличен. По сравнению с прошлым годом мы составим 870 миллионов рублей. Цифра сегодня была озвучена генеральным директором клуба. Как он пояснил нашему телеканалу, 212 миллионов получено из краевого бюджета. Причем налогами клуб на сегодняшний момент уже выплатил 131 миллион рублей. По словам главного тренера клуба Гаджи Гаджиева, цельного клуба цельного сезона сформулировано обтекаемо. Это максимально достойно выступить в российском первенстве. Генеральный спонсор «Амкару» не найден. Работы по его поиску продолжаются. Вопрос этот может, на мой взгляд, решиться следующим образом. Если будет какая-то политическая воля, либо будут какие-то преференции бизнесу, которые находятся на территории Пермского края. Потому что хозяев этого бизнеса, самих пермских, уже практически нет здесь. В связи с этим у нас очень большие проблемы с поиском титульного, генерального, любого спонсора. Продажу атрибутики в качестве значимого источника дохода клуб не рассматривает. Хотя доходы от продажи символики в сравнении с 2015 годом выросли в 10 раз. С 700 тысяч рублей до 7 миллионов. Произошло это за счет открытия фирменного магазина. Следите за развитием событий вместе с РБК. Увидимся через час. До встречи. Фонд Капремонта. Успеть до зимы. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова